Сегодня мы начинаем новый цикл под названием «Расшифровывая книгу Откровения». Сегодня мы посмотрим на обетование, которое Иисус дал тем, кто любит Его, и изучает Его слова в этой книге Откровения. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина Шнайдера. Молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Божий благословение и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы продолжаем серию программ под названием «Расшифровка книги Откровения». Если вы смотрите нас впервые, то знайте, что моя основная цель — помочь людям понять основные принципы последней книги Библии, книги Откровения, которая говорит о том, что будет происходить в этом мире в последнее время. Даже физики понимают, что в итоге этой земле придет конец. Но это произойдет не само по себе, а Бог явится этому миру, который Он создал. Иисус придет на землю, и все глаза увидят Его. Это будет удивительный день. Но нам нужно быть к Нему готовыми, готовыми к этому взрыву Божьей славы. Поэтому Господь написал нам книгу Откровения. Чтобы мы понимали знамение того времени, в которое мы живем. Возможно, вы слышали о сыновьях Иссахара, а не понимали знамение времени. Писание тоже помогает нам понять знамение времени, в которое мы живем. Мы рассматривали период скорби. И еврейская Библия и Новый Завет сходятся в том, что во время Великой Скорби в мире появится антимессия. Многие люди слышали об Антихристе, но знали ли вы, что Антихрист упоминается и в Ветхом Завете? Пророк Даниил говорил о приходе Антихриста, и сегодня мы рассмотрим пророчества из Ветхого и из Нового Завета, которые говорят о том, когда именно появится этот Антихрист. Во-первых, одна из моих главных целей — доказать, что это не какая-то сказка, это реальность, это история, которая еще произойдет. Это действительно будет, а если мы вернемся всего на 70 лет назад, то вернемся во времена Адольфа Гитлера. Этот злой человек был вот настолько близок к захвату всего мира и к тому, чтобы поделить весь мир на недостойные расы. Он считал, что лучшая раса — это его народ, а именно немцы. Он считал их высшей расой на планете. И он начал самую страшную войну, чтобы избавить мир от тех рас, которые, по его мнению, не должны быть в этом мире, и в будущем поднимется еще кто-то такой же ужасный. А тот факт, что 70 лет назад это чуть не случилось, должен помочь вам представить, что подобное может произойти снова. Давайте еще немного поразмышляем. Сегодня многие из нас живут в цивилизованных странах, шоссе, светофорами, банковскими картами и стабильным правительством. И нам сложно представить, что нечто подобное может произойти. Как такое возможно, что один безумец смог захватить весь мир, и если бы на Японию не была сброшена ядерная бомба, Гитлер захватил бы весь мир. Изобретение ядерного оружия совпало с этим периодом и помогло выйти из ситуации, но как именно это произошло? Это произошло по двум основным причинам. Послушайте меня внимательно, потому что это укажет нам на то, что будет происходить во время появления Антихриста. Германия проиграла в Первой мировой войне. Это пошатнуло их национальное сознание и национальную гордость. Они больше не чувствовали себя победителями. И вот появляется харизматичный человек Адольф Гитлер, который стал выступать с вдохновляющими речами о том, что Германия снова должна стать великой. И он принес им чувство идентификации и важности. Это было им очень нужно, потому что они пострадали в ходе Первой мировой войны. Еще одной проблемой Германии, когда Гитлер начал свою кампанию, была финансовая нестабильность в стране после участия в Первой мировой войне. Гитлер обещал не только восстановить национальную гордость Германии, но и принести экономическую стабильность. Люди так сильно хотели снова ощутить себя победителями, так сильно хотели снова оказаться на коне и выйти из экономического кризиса, что когда появился Гитлер, они были готовы ему поверить. К сожалению, мир снова будет в подобном положении. А в мире будут проблемы и трудности, которые никто не сможет решить. А посреди этого хаоса, посреди этих всемирных проблем и эпидемий, появится кто-то настолько харизматичный и настолько помазанный, но только не Богом, что сможет обмануть людей и заставить их поверить ему. Люди будут видеть в нем недостатки, но будут смотреть на них сквозь пальцы, как это было с Гитлером, потому что будут очень хотеть изменений. Я привожу вам этот пример, потому что многим сложно представить, как Антихрист может захватить весь мир. Но это далеко не новая идея. И я покажу вам в книге Даниила и в других книгах, что это было предсказано еще за тысячу лет. Когда я бываю в Израиле, то одно из мест, которые я часто посещаю, это музей памяти Холокоста. И большинство туристов, которые отправляются в Израиль, в тур по Святой Земле, обязательно посещают этот музей. И я наблюдал за лицами людей, когда они выходят из музея. Они в замешательстве, они озадачены. Как такое могло произойти? Они печальны и качают головами. Им сложно поверить в то, что они только что увидели. Снимки убитых евреев, груды мертвых цел. Они читают истории о том, как нацистские солдаты, если еврейский младенец плакал, били его головой об камень, чтобы он перестал плакать. Это страшно даже рассказывать. Но так и было. Люди покидают музей Холокоста с мыслью, а как такое могло случиться? Но это все же случилось. А люди остаются людьми, и этот мир не изменился. А Слово Божие говорит нам, что это произойдет однажды снова. Но давайте откроем Писание и посмотрим, какой будет ситуация в мире, когда это все же однажды произойдет. Я буду читать вам из книги Даниила, восьмой главы. Это отрывок с 23 стиха по 25. Трава сохнет, цветы вянут, а Слово Божие пребывает вовеки. Да будет оно благословенно. Услышьте меня, дорогие мои друзья. Это действительно произойдет. Еще раз повторюсь, это не сказки и не какие-то домыслы. Уже сейчас мир разрывается на части. То, что когда-то держало мир вместе, уже не работает. Если мы вернемся на 100 лет тому назад, то тогда жизнь на Земле была очень простой. Люди зависели от Земли, но сегодня жизнь в мире стала куда сложнее. И те вещи, которые когда-то держали мир вместе, начинают разваливаться. Все настолько сложно. Я показывал вам в прошлом выпуске, что все технологии в нашем мире зависят от спутников, которые крутятся в космосе. Если эти спутники отключатся, все на Земле отключится, включая способности нашей армии общаться друг с другом. И сейчас эти спутники, плавающие в космосе и контролирующие все это находятся в определенной опасности. Враги могут отключить их. Так же сильно упала мораль. Думаю, вы это заметили. Система ценностей, которая когда-то объединяла всех христиан, всего мира, тоже начала рушиться. Все разваливается на части, а посреди этого хаоса поднимется Антихрист. Да, задумайтесь над этой фразой, когда же все это произойдет. Именно так, в последнее время, когда отступники или преступники исполнят меру беззаконий своих. Но давайте перейдем к книге Даниила. Теперь прочитаем. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, а в другом переводе сказано, когда мятежники достигнут предела беззаконий. Что это означает? В последнее время поднимется Антихрист, когда отступники исполнят меру беззаконий своих. Что же это означает? Ответим на этот вопрос через минуту, а пока продолжим читать. Тут написано «Восстанет царь». Когда восстанет царь? Когда отступники исполнят меру беззаконий своих. Вот тогда восстанет царь наблый и искусный в коварстве и укрепится сила его, хотя и не его сила. Иными словами, на нем будет антипомазание, то есть он будет помазан силами тьмы. Он будет очень сильным, но его силам будет отцарствовать тьмы. И он будет производить удивительное опустошение и успевать и действовать и губить сильных и народ святых и при уме его и коварством будет иметь успех в руке его. Это означает, что он будет успешен в своем обмане. Обман успешен, когда люди не знают, что это на самом деле обман. Мир будет отчаянно искать решение своих проблем. Им нужен будет тот, кто принесет ответы и порядок в обществе. Им нужен будет тот, кто вернет экономическую стабильность и кто пообещает создать в мире безопасное место для жизни. И посреди такого вот отчаяния поднимется тот, кто пообещает решение. Будет казаться, что у него есть способности, таланты и ум, чтобы сделать это, но все это лишь проделки тьмы, чтобы уничтожить землю. Но давайте вернемся к началу этого стиха. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих». Итак, этот царь поднимется. Давайте прочитаем это еще раз. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь или антихрист». Почему восстанет антихрист? Задумайтесь. Потому что беззакония достигнут своей полноты. А все потому, что совесть этого общества будет прожжена. Люди настолько привыкнут к греху и к нарушению моральных границ, что не смогут распознать антимессию. А вот почему он сможет подняться в это время. Он ни за что не смог бы подняться в другое время. Но он сможет сделать это в том поколении, потому что совесть людей будет настолько прожжена, что они не будут понимать, что происходит. Вы только подумайте. В этой стране были убиты 58 миллионов младенцев. Мы стали называть аморальность развлечением. Моральный компас людей будет сломан еще сильнее. В антихристе будут такие качества, которые предыдущие поколения ни за что бы не приняли. но когда грешники исполнят меру своих беззаконий, способность различать добро и зло будет настолько искажена, что появится возможность для появления антихриста. Он объединит людей вокруг себя и поведет мир в еще более глубокую тьму к полному уничтожению. И однажды это состоится. Вернемся к нашей программе. Книга Даниила 8 глава 25 стих. И сердцем своим он превознесется и среди мира погубит многих. И против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Он не достигнет своей цели, потому что мессия Иешуа вернется и свергнет его. А теперь я хотел бы прочитать аналог 23 стиха в Новом Завете. Там сказано, что он восстанет, когда отступники исполнят меру своих беззаконий. Послушайте весьма любопытный стих из Нового Завета. Это очень интересно. Откровение 22 глава 11 стих. Послушайте внимательно. Откровение 22 глава. Это последняя глава Библии. Неправедный пусть еще делает неправду. Странно. Не так ли? Зачем Богу говорить, чтобы тот, кто поступает плохо, и дальше поступал плохо? Нечистый пусть еще сквернется. Вы ожидаете, что Бог скажет, покайтесь, отвернитесь от своих злых путей. Но вместо этого он говорит, пусть тот, кто поступает плохо, и дальше поступает плохо, а нечестиво и дальше скверняется. Зачем Богу говорить такое? Потому что человечество достигло точки невозврата. Они на пути, с которого нет возврата. Они добровольно закрыли свои сердца для Духа Святого, и теперь для того, чтобы пришел Иешуа, должен подняться Антихрист. А Антихрист не может подняться, пока грех не дойдет до края. И тогда Господь скажет, пора. Пусть те, кто делают зло, делают его и дальше, тогда поднимется Антихрист. Библия говорит, что Иисус не может прийти, пока не откроется Антихрист. Давайте я прочитаю вам второе послание Фессалоникицам, вторую главу, седьмой стих. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Иными словами, Дух Святой уйдет. Он будет взят и больше не будет сдерживаться. И тогда откроется беззаконник. Речь об Антихристе. Итак, когда с земли будет взят Дух Святой, тогда поднимется Антихрист. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет Духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. «И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить о лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». В чем здесь тайна? В том, что Бог говорит, пусть тот, кто поступал плохо, и дальше поступает плохо, потому что пришло время прихода Антихриста. Пришло время тем, кто ожесточили свои сердца, поверить Антихристу. Затем придет Иисус и уничтожит всех грешников на земле и создаст новое небо и новую землю, которые будут отражать Его природу, Его славу и благость. Тогда земля будет восстановлена. Она предстанет перед Своим Творцом во славе. Давайте подведем итоги. Послушайте меня внимательно. Греховность мира и проблемы в мире будут только расти. Со временем у людей исчезнет возможность различать добро и зло. Как доказательство скажу, что в нашей стране были убиты 58 миллионов младенцев. Я говорю это не для того, чтобы осудить кого-то, кто сделал аборт, потому что Иисус умер за все наши грехи. Я лишь хочу сказать, что эта земля погрязла во грехе. Преступления достигнут своего пика, и совесть людей будет сожжена. Люди сегодня не хотят вступать в брак, потому что думают, а что если придется разводиться? В такой среде поднимется Антихрист. Когда он появится, Дух Святой отойдет назад, и люди, которые не воспользовались своим шансом и не приняли Христа, последуют за Антихристом. Их будет ждать осуждение. А потом придет Иисус, уничтожит Антихриста, уберет грех с земли и установит тут свое царство. Это будет исполнение молитвы, которой учил нас Иисус. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Спасибо вам! Моя вера выросла, и я обязан этим тому, в кого я верю. Спасибо ему за то, что он поднимает такие служения, как ваши, чтобы они проповедовали его слово с обличением, истиной и любовью. Виктор из Канады. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в Его построении Царства. Спасибо вам! И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доблагословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за ним, то он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. На следующей неделе я покажу вам, как скорбь, о которой говорил Иисус, также упоминается в Ветхом Завете. Пригласите к себе друзей, чтобы посмотреть этот выпуск вместе. До скорой встречи. Пусть Бог благословит вас. Иисус любит вас. Шалом. Я надеюсь, вы также рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живой. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование?» Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учения настоящие, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась наше служение, вы получите награду на небесах. Благословит вас Бог. Шалом. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. А сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность — возможность давать. Иисус сказал блажение, давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно благословлены. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом РАВИН на номер 4537 или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. СМЕЛОЕ ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ ПРОСТАЕ И ЯСНОЕ Эта книга Откровения расшифрована. От Равина Шнайдера, у которого более 40 лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга Откровения расшифрована. Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровения сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.